Одно из немногих в мире предприятий, которое производит технологические линии по сжижению природного газа, сегодня посетил Владимир Путин. Уникальность комплекса, расположенного в Мурманской области, в том, что он выпускает не только оборудование для заводов СПГ, но и плавучие платформы для их размещения, которые морем доставляют прямо до месторождений. Репортаж Алексея Петрова. Поселок Белокаменка, берег незамерзающего Кольского залива. Вот она, огромная конструкция, которая, по сути, стоит на плавучей подушке. Внутри резервуары, куда и будет закачиваться сжиженный природный газ. И вот сейчас начинается буксировка этой огромной конструкции по Северному морскому пути. Президенту показывают весь путь, как сооружается гигантская линия. Вот цех заготовок, где из листовых конструкций делают колонны и балки. В соседнем идет промежуточная сборка, а это уже окраска готовых палуб. Вот, смотрите, полупалуба останавливается, краны вот эти уникальные. Все в нашей промышленности сделано. Вот так собираются. Самые высокие модули 64 метра. Впечатляет. Весь процесс создания гигантской линии сосредоточен в одной точке. Это, во-первых, дешевле, выгодно, и это развитие производства российского, значит, российской продукции в данном случае. Все отечественное? Практически все отечественное, здесь, конечно, все отечественное. Угрозы в этом смысле западные представлять не можно? Уже нет. В этом цеху идет монтаж модулей. Одна конструкция еще на этапе сборки. Рядом уже готовый блок. Такие сооружения размером с многоэтажку обеспечивают процесс сжижения газа. Кран в цехах отечественный, поднимают 300 тонн груза. Предприятие, почти 20 тысяч сотрудников. Для приема судов, которые задействованы для строительства, оборудованы четыре глубоководных причала. Один такой плавучий завод уже готов, а вот другой, строящийся. Президенту рассказывают, как идет работа. Невероятно, но это мощное бетонное основание, это тоже фрагмент плавучей подушки. А общий вес конструкции, который сейчас еще сооружается, 600 тысяч тонн. В Белокаменке крупнейшие сухие доки в стране. Длина 400 метров, ширина 175, высота стенок около 20 метров. В присутствии президента церемония отправки первой технологической линии. Подобные конструкции не имеют аналогов. Их эксплуатация, отмечают специалисты, безопасна и с точки зрения экологии. Однако функционал колоссальный. Это, конечно же, развитие СПГ-производства для нашей страны. Возможность обеспечить поставки этих линий на Арктик-СПГ-2. Но в будущем здесь можно реализовывать новые заводы по сжижению газа. Это загрузка нашей промышленности, в первую очередь. Это локализация оборудования. Это создание рабочих мест. Это, по сути, завод. Это комплекс, позволяющий перерабатывать, чистить газ, готовить его к сжижению. Дальше процесс сжижения непосредственно и система хранения. Борьба за позиции в Арктике только усиливается. Но, как говорят специалисты, у России есть все необходимые технологии, чтобы обеспечить себе лидерские позиции на десятилетия вперед. Алексей Петров, Михаил Алтеркоп, Виктор Казаков, Олег Макаров, Юлия Щедрова. Вести, Мурманская область.